И снова крипта выросла, когда все ждали, что она будет падать. Всё нормально, всё обычно, казалось бы, крипта делает всегда то, что мы не ждём, но давайте разбираться, правда ли это так, правда ли она всегда на стороне против нас и можно ли было входить в какие-то потенциально очевидные для нас сделки. Чё он сказал? Для начала посмотрим дневной таймфрейм и вспомним, что хотелось в прошлый раз. В прошлый раз хотелось увидеть некую коррекцию выше, да, то есть мы с вами встречались где-то в районе 1-2 мая, хотелось увидеть некую коррекцию выше и после этой коррекции обновить ловь. При этом, когда мы поднялись настолько сильно высоко, на самом деле мы сформировали что-то наподобие потенциального, ну, условно, те же волновики скажут, что волну 1, да, как бы сформировали какой-то всплеск, и лично для меня стало понятно, что теперь мы будем наблюдать за характером текущего движения. Также вот это время, которое мы не встречались, характеризуется непосредственно большим количеством вопросов, возможно, они вас достали, но это печально, потому что это очень-очень ценная информация, к ней мы ещё вернёмся. Хотя, чего возвращаться? Давайте возвращаемся в 1 мая, по-моему, где-то в этом районе я делал первый, первый-первый пост, то есть 1 мая, когда мы падали, да, ещё даже перед тем, как мы падали, я задал вопрос, «Какие ваши дальнейшие ожидания по цене биткоин?» По цене биткоин, смотрите, здесь за моим ответом не смотрите, я потому что здесь ещё не додумался головой, что нужно написать чужую, ну, там, думаю по-другому, да, поэтому мой ответ не смотрите, я никаких спотовых действий, о, спотовых, господи, фьючерсных действий за этот период не предпринимал, о чём постоянно вам в утренних сборах говорил. Что мы видим? Что в основном, в основном большая часть людей ждали ниже, 58 и ниже, да, то есть, что мы понимаем, что в этом районе большинство ту же крипту особо сильно не покупало, да, то есть, ну, вот 58, так, 50, ну, корявенько 58-55, это очень большой объём, хотя понимаем, что, ну, часть что-то купили. Дальше, дальше у нас начинаются, начинаются некие движения, некие откупы, и мы с вами наблюдаем следующее. Когда цена биткоина уже 60, да, то есть, где-то в этом районе, когда она начинает расти, большая часть людей снова не покупает. У некоторых есть ома о том, что мы не купили, но мы, многое часть ждёт, то есть, 58 из тех, процентов из тех, кого мы опросили, да, то есть, из 500 человек 58%, большая половина ждут цены ещё ниже, то есть, мы понимаем, что ждут, ждут, ждут. Дальше ничего не поменялось, дальше многие будут ждать откат, что сделал рынок, рынок пошёл выше. Также, если вспомните, был вот такой вот формат вопроса, да, формат вопроса, который я нашёл из средних, скажем так, чужих стопов, да, из раздела чужие стопы, я задавал себе вопрос, а что здесь происходит, где люди в основном будут покупать? Основная масса людей покупала в зоне 1. Я, если честно, не могу себе объяснить, где они тут, какие сетапы, именно почему вот в этом районе покупали, но факт в том, что они покупали где-то здесь, да, то есть, начиная вот от этого блока до вот этой свечи. Соответственно, в этой области получили первую реакцию и получили первые всплески. Вопрос, зафиксировались ли они? Конечно же, нет. Конечно же, здесь большая часть не зафиксировалась. Да, может быть, пару человек зафиксировалось. Когда я говорю большая часть, это означает, что меньшинство. Меньшинство — это меньше, не знаю, 5%. Дальше мы рванули вниз и показали, что всё, ребята, вроде бы собираемся ниже. То есть, сейчас я на самом деле рассказываю про разочарование, которое как раз с нами происходит. Если вы помните, то я вам про него рассказывал и раньше. Вот про эту часть, про эту часть. Посмотрите одно из первых видео про биткоин. Там это всё было. Получаем что-то в формате разочарования и плавненько-плавненько летим вверх. Волновики вам скажут, что это была волна 1, волна 2, волна 1, волна 2, и сейчас мы типа начинаем двигаться в волне 3. В этом формате я с ними соглашусь. По этой причине сегодня я себе задаю вопрос. А что сейчас точно происходит на крипте? Мы рассмотрим два варианта развития событий. Сейчас поговорим про лонг. Технически мы должны дождаться некого накопления, говорить о том, что здесь покупать, выкупать и так далее. Но тяжеловато, тяжеловато, тяжеловато для мозгов, потому что ты особо сильно не понимаешь, почему именно здесь, почему именно я, почему сейчас. Но если мы действительно хотим сейчас подниматься выше, у нас нет смысла спускаться даже до этого ордер-блока. По внутренней структуре... Да, это внутренняя пока еще структура. По внутренней структуре она у нас каким-то салатовым цветом. Внутри вот этого блока мы находимся сейчас в потенциальном восходящем тренде, который может спокойно продолжиться выше и обновить исторические хаи. Где же вы, исторические хаи? На 73 тысячи, да? Соответственно, отсюда до 73 тысяч недалеко. Почему недалеко, почему этот сценарий на данном этапе становится более приоритетным? Данный сценарий на данном этапе становится более приоритетным, потому что по индексам, самым главным вещам, в которых самые настоящие деньги, да, самые большие деньги, самые большие объемы, мы обновили исторические хаи. NASDAQ мы обновили исторические хаи. US-30, мы, ну, дайте чуть-чуть времени, мы обновили, обновим, можно сказать, обновили исторический хай. Это важный момент. Главные рынки растут. Сейчас даже в этих рынках нет намека на то, что здесь нужно шортить. Я понимаю, что сегодня у многих руки почешутся S&P 500 пошортить, и они будут наказаны. Может быть, они получат сегодня откат, да, после больших новостей нужно чуть-чуть передохнуть, но передышка может закончиться флетом. Мы можем просто увидеть сегодня, завтра, послезавтра небольшой флет вот здесь, и после этого спокойно продолжим восходящее движение. Для меня это движение более потенциально, плюс я допускаю, ну, небольшое снижение, но, если честно, для восходящего тренда, как по мне сейчас с текущего понимания рынка, максимальное, наверное, снижение будет плюс-минус вот каким-нибудь вот этим зонам, не дальше. То есть в надежде, что мы соберем всю вот эту ликвидность, но, как обычно, мы ее всю не соберем. Давайте я выделю ее вот так, да, то есть в надежде, что вот где-то мы здесь чего-то зацепим, и отсюда нужно улетать. Локально я для себя все-таки разрешу себе в ближайшее время взять, не в спот, господи, в ючи, взять позицию и продолжить восходящий тренд. Куда минимально для перехая? Это все, что касается непосредственно нашей лонговой позиции. То есть если я предзят лонг, да, то есть а сейчас пока немножко тяжеловато не быть предзятым лонг после вот таких красивых свечей, особенно если мы увидим, ну, какую-то небольшую остановку без коррекции. То есть всегда помним, что у нас, если что, если мы не правы, у нас всегда есть стоп. Никогда без стопов, никогда без каких-то непонятных целей входить в позицию нельзя. Всегда должен быть стоп. Но в этом плане меня смущает немножко одно. Да, если помните, хорошее красивое разочарование я лично видел для себя вот здесь. На 15-минутном тайпрейме здесь было все потрясающе. Мы красиво упали вниз, мы красиво всех наказали, обманули, заставили поверить в шорт, резко выросли, а потом еще разок наказали. Что меня смущает, то, что вот здесь очень сильно напрашивается еще один перелой. Но я возвращаюсь обратно, не туда, я возвращаюсь обратно, откатываюсь к последнему вопросу, да, который я задавал вчера, 15-го мая. Вот он. Так, нет, не тот, не тот, не тот. Сейчас мы быстренько найдем. В следующий раз я сделаю, буду писать каждый вопрос, как квизы пишу, чтобы можно было их друг за дружкой искать. Биткоин снова резко упал. Что вы делаете? И мы с вами понимаем, что лонг открыли только из 600 человек, да, только получается 20%. Все, больше никого в рынке нет. Мы это прекрасно понимаем, да. По этой причине, возможно, я допускаю, что вот этого перелого, перелоя и не будет. Соответственно, если я это допускаю, я себе, ну, разрешу эту фьючерсовую позицию вот здесь, да, в накоплении. Так, еще раз вернемся на 15 минут и потом переходим к шартовому сценарию, да. В накоплении я допускаю через, ну, некое время, то есть, может быть, пару дней, может быть, как раз выходные, там, понедельник, либо рано утром в понедельник, рванем в небо, я допускаю продолжение роста, да. Это может быть как через коррекцию, через, там, перелой, через перехай, то есть, через какие-нибудь, там, условно расширяющиеся треугольники, но я думаю, что это больше будет похоже на флет. Мы будем в сосиску, в такую, дальше двигаться. Так, соответственно, ну, когда буду видеть внизу разочарование, буду откупать. Любое разочарование внизу для меня будет попыткой откупать. Что касается непосредственно шарта, поскольку все-таки мне вот здесь на 15 минут на таймфрейме не хватило какого-то более качественного, что ли, разочарования, да, лично для себя я ответил, что, слушай, наверное, здесь все-таки нужно увидеть еще одну манипуляцию вниз, о чем, как бы, до сих пор считаю, о чем понимаю, что, ну, нужно говорить. То есть, вот это вот разочарование, ну, манипуляция вроде как бы для меня не разочарование. Я повторюсь, могу быть неправ, это мои проблемы, я просто тупо получу стоп, все, да, то есть, но если я окажусь прав, я получу, там, типа, 15, 20 и так далее, буду счастливы, довольны. На крипте это можно сделать очень легко. На самом деле на Форексе точно так же можно сделать легко, ну, мы же привыкли, мы же криптаны привыкли думать глобальными цифрами. Давайте говорить уже и про глобальные цифры. Что вам мои 5R? Несчастные 5R? Ай-яй-яй. Поэтому локально я здесь хотел перелой. Исходя из этого сценария, я до сих пор допускаю, что здесь может быть некое нисходящее движение. Мы возвращаемся на 4-часовой таймфрейм, включаем вот эту вот замечательную картину, и я понимаю, что цена спокойна, да, после некого, типа, там, знаете, там, волна ABC, то есть это коррекционное движение вот к этому движению, она показывает сейчас импульсное настроение. Ребята, полетели в небо, мы сейчас все пробили, мы предыдущий хай пробили, теперь пора лететь дальше, только дальше, только вверх. В этом настроении я понимаю, что для меня при обновлении Токио, ну, при обновлении, ну, да, технически мы же на Токио сделали хай, при обновлении данного хая может быть потенциально шортовая позиция. А буду ли я здесь набирать шорт? На самом деле нет. Почему? Я допускаю еще какое-то снижение, ой, не то нажал, я допускаю еще какое-то снижение, но я с радостью наберу вот здесь лонгов. Вот здесь вот шорт я пока не хочу открывать. Технически я иду против тренда. Не этого тренда, я иду против вот этого тренда. Помните, недавно были новости, либо это я какие-то там новости специальные считаю, о том, что начинают печатать деньги. Вот это вот, как по мне, реакция на то, что мы печатаем деньги. Вот это вот все вливание денег. Соответственно, как ты будешь переть против вливания денег? Никак. Не вижу в этом никакого смысла. Также мы, если будем падать, увидим с вами какую-то реакцию в этой области, явно увидим, явно получим, явно будет здесь интересно. Если я и соберусь открыть шорт, то при каком-нибудь, знаете, вот таком вот сценарии, да, то есть, ну, насколько там сильно отвалится, там уже нужно будет смотреть по ситуации. Не удаляю эту зону, посмотрим, как это отработает. Локально мы понимаем, что вот здесь всех обманули. Это нормально, это хорошо, значит, мы с вами учимся читать рынок, значит, мы с вами понимаем, что будет примерно дальше. Да, мы можем иногда не угадать, можем иногда не открыть позицию, но головой мы хотя бы понимаем, что будет дальше, и это очень-очень круто. Это был разбор глобального направления. Если же вы хотите посмотреть анализ 15-минутного таймфрейма с потенциальными зонами интереса, от которых можно искать позиции, приходите на утренний разбор. Всегда в самом конце утреннего разбора я разбираю биткоин. Также, также, давайте еще с вами глянем непосредственно альты, что мне нравится по альтам. Понятно, мы не будем все альты рассматривать, мы посмотрим самую главную альту, ну, и, например, оптимизм. Да, оптимизм. Что происходит на непосредственно эфириуме? На эфириуме мы получаем довольно неплохое разочарование. В моем понимании здесь все есть для того, чтобы мы поднялись дальше. Здесь есть вот эта вот манипуляция, в которой там нисходящий треугольник. Да, этот нисходящий треугольник с огромной, там, долей вероятности может быть, как это называется, господи, ложным пробоем. И после этого мы пойдем вниз. Да, может быть, может быть. Случится это здесь? Не знаю. Меня это особо не интересует, но я знаю одно. Если по биткоину мы соберемся двигаться ниже, отсюда тоже будет рассматриваться два варианта. То есть, ну, по альткоинам в лонг позиция точно такая же, как по биткоину. Ничего сверхъестественного здесь нет. Рисуем зону интереса. Здесь у меня IDM. Где у меня IDMOB? Папапам. Он на самом деле далековато. Вот здесь вот у меня IDMOB. И вот это вот снятие всей ликвидности будет считаться как суперцель для шортистов. Соответственно, не доходя до конца этой ликвидности, может быть, даже вот на этом имбалансе, можно будет где-нибудь здесь поискать хорошую точку входа. Пока рано. Пока нужно ждать. Поэтому план на лонг, он точно такой же, как по биткоину. План на шорт я бы тоже сейчас не особо сильно рассматривал. То есть, от перехая вот этой ликвидности, может быть, что-то будет. Но при этом мы должны понимать, что вот здесь, в отличие от биткоина, мы очень хорошо, очень качественно развернулись. Поэтому нет смысла здесь падать ниже. Скорее всего, даже падение ниже мной лично будет восприниматься, если оно будет не заколом, да, то есть мы, допустим, рванули вниз, коснулись этого блока, может быть, переспипнули этот блок, не особо сильно важно, и быстренько поглотили вверх и полетели в небо, да, там через три дня мы уже оказались где-нибудь здесь. Вот это будет восприниматься продолжением. Всё остальное для меня что-то в формате типа, что мы не угадали, значит теперь шорт. И вот эти любые отскоки, они будут восприниматься как для фиксации позиций. Но об этом поговорим потом. Также давайте глянем оптимизмом, почему бы нет, почему бы нет. По оптимизму похожая картина. Локально мы рванули вниз, локально показали супер круто разочарование, но, повторюсь, о чём говорил раньше. Вот эта зона, не помню, для чего я её рисовал, но вот эта вся зона, даже вот так, вот эта зона, это зона, в которой происходит накопление. Вот когда вы включите фильтр, этот, господи, индикатор вертикальных объёмов, если вот в эту зону, в которой самое большое количество объёмов, вас никто не пустит, потому что здесь накапливается крупный игрок, отбирает крупный игрок у слабых рук деньги. Зачем вас пускать в эту зону? Никто вас сюда не пустит. Если вас сюда пустили, скорее всего, либо мы здесь будем забирать эти деньги очень долго, ещё несколько лет, либо этот актив больше никогда не вырастет. Ну, например, насчёт того же оптимизма, ну, такая себе история, но вряд ли такой актив ещё не вырастет со своими, как они зовутся, акционерами. То же самое, например, Старкнет. Старкнет, да? То есть локально мы находимся на донышке. Мы уже выбиваем, ну, мы забираем после их там всех манипуляций, мы забираем из слабых рук все деньги, да, все монеты. Мы забираем все монеты. Куда падать? Падать максимальное обновление лоёв. Вот эта зона сейчас является по многим альткоинам, по новым альткоинам, по многим, которые спускаются, она является супер-супер интересной. Так, я не особо спец, конечно, во всех этих крутых вещах. Давайте вот кардана более такой инструмент, который является более, скажем так, сильным, более, более не сильным даже, более, ой, вылетело слово. Короче, сами додумайте, как он называется, ничего страшного, переживём, да? Соответственно, здесь та же самая история. Локально мы, то есть везде можем капелюшечку пересвипнуть, но не глубоко. Если мы пойдём в альте глубже, то, ребят, это, ну, это вот такое. Это надо дальше просто ждать, и дальше у нас будут выбивать эти монеты. Понятно, здесь фиксироваться при снижении, ну, такая себе история. Здесь ты просто остаёшься холдером, холдишь, 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 и всё такое. На этом у меня всё. Всем спасибо. Жду вас на утренних разборах. Пока.